как крылышек то захотелось не так не пойдет мы сейчас сами приготовим здравствуйте дорогие подписчики и гости нашего канала с вами как всегда алексей грильков лето давно кануло в бытие и так как я очень сильно люблю летом готовить куриные крылышки сегодня я решил приготовить их в домашних условиях рассказать вам один очень интересный рецепт мы сегодня будем делать куриные крылышки в арахисовый такой вот панировочки очень вкусный и также приготовим довольно пикантный соус буффало который замечательно подходит к ним поехали первым делом мы сейчас с вами приготовим соус буффало нам понадобится сливочное масло томатная паста сахар коричневый соль перец и мы используем соус шри рача если у вас его нет можно заменить каким-нибудь острым любимым вашим соусом либо просто порошковый чили тоже замечательно подойдет сюда давайте наконец-таки начнем первым делом берем 70 грамм сливочного масла и закладываем собственно мы на сковородку ждем пока она у нас немножечко подтает кстати по поводу температуры по газу вначале сделайте побольше то есть так на максимум поставьте чтобы она быстрее подплавилась сливочное масло подтопилось теперь нужно добавить две столовые ложки коричневого сахара высыпаем и тщательно тщательно перемешиваем вы спросите грильков а можно заменить каким-нибудь а обычным сахаром я наверное все таки скажу что не стоит этого делать что нам нужно сейчас будет с вами сделать нужно чтобы чуть-чуть сахар подтопился и вот в этот момент сейчас уже огонек сделайте чуть ниже среднего чтобы он так чуть-чуть доходил ждем пока сахар немножко растворится сахар подтопился и теперь добавим 4 столовые ложки томатной пасты замечательно теперь что нужно сделать нужно посолить по соли по вкусу я добавлю буквально наверное щепоточку потому что у нас сама курочка будет довольно таки соленая сюда также добавляем свежемолотого перца добавлю где-то щепоточку наверное и тот самый соус шире рача он придаст вот именно пикантную нотку буквально чуть-чуть тут наверное две столовые ложки дай бог и теперь нужно все тщательно тщательно в очередной раз перемешать хотелось бы заметить как только перемешайте главное не доводите до кипения чтобы вот эта вся масса не кипела поэтому если что лучше огонь уменьшите почему нельзя чтобы закипела иначе все это дело у нас расслоится и получится не то поэтому сейчас просто постоянно постоянно помешиваем буквально в течение наверное минутки после этого соус готов соус готов снимаем его с огня ставим пусть аккуратненько себе стоит и настаивается им будет только лучше кстати говоря если вы любите чеснок можно добавить в принципе сам соус чесночка в принципе можно гранулированного сухого он тоже замечательно сюда заходит не обязательно сушеного так а мы пока займемся с вами самими самими куриными крылышками ну стандартно в каком они виде скажем так продаются это вот три части я считаю что их нужно разделять потому что мне например не очень нравится когда целиком делают это получается немножечко не то поэтому тем более вот это вот последняя часть вот эта третья она никому не нужна я думаю что особо никто ее не любит хотя нет есть любители я даже раньше тоже любил поэтому мы сейчас с вами порежем порежем нарежем вот нас основные части будет это ножичка маленькая и вот такая вот штука поэтому сейчас мы с вами займемся нарезкой курочка подготовлена теперь займемся следующим моментом для него нам понадобится соленый арахис мы купили в магазине на базе 50 грамм значит но он естественно он виде орешков продается поэтому берете ступочку ну или возможно молоточком подбить какое-то делаете в общем мы уже измельчили его до вот такой мелкой крошки то есть он фактически как бы фактически крошка есть что нужно сделать берем контейнер и отгружаем сюда отгружаем сюда мы панировочные сухари белые здесь их нужно 75 мотоцикл разъездились 75 грамм панировочных сухарей идут сюда у нас белых и арахисовый вот арахис очень важно в этом деле серьезно говорю ребята получается просто божественно вкусно с ними поэтому сюда мы тоже аккуратненько аккуратненько перегружаем ну тут немножечко нужно смешать все это дело вот насколько это возможно что все таки то есть не получилось что у вас сверху сухари а снизу останется арахис нужно чтобы все было равномерно так и оставляем в сторонке перейдем к следующей стадии приготовления для этого нам понадобится одно куриное яйцо мы его соответственно разбиваем сюда и и что теперь мы делаем теперь мы должны добавить сюда одну столовую ложку обычного томатного кетчупа постоянно вам это говорю но на самом деле старайтесь искать кетчуп без примесей чего-либо то есть не без итальянских трав без всего именно обычный кетчуп столовая ложечка у нас сюда идет за глаза и за уши также сюда добавляем щепотку соли щепотки достаточно я считаю даже такую можно даже немножко 2 добавить далее у нас идет сюда перец перец по вкусу тоже где-то на расчет под к муж пол щепотки и теперь нужно все аккуратненько взбить чтобы получилась такая однородная масса консистенция как хотите в общем после того как мы смешали эти ингредиенты нужно добавить немножечко водички грамм 50 будет достаточно хотелось бы сказать вам по поводу того что мы сегодня готовим 900 грамм куриных крылышек то есть это так к сведению чисто приступим к приготовлению мы раскалили нашу сковородочку до предела после этого ставим чуть ниже среднего огонь добавляем оливковое масло и вы можете использовать и подсолнечное в этом разница никакой нету как мне кажется мне просто нравится на оливковом масле добавляем вот так не жалейте общем чтобы покрыла всю сковородочку ну и начинаем сам процесс берем крылышко обмакиваем его в личной личной штуки и сухарики вместе с алексин вот получается и начинаем обжаривать по приготовлению значит с одной стороны пять минут с другой 5 и вот так вот сделайте два раза то есть приготовление займет где-то минут наверно 15-20 но на самом маленьком огне ни в коем случае не ставьте на большой огонь потому что иначе она с виду будет уже аппетитно выглядеть а внутри будет сырое кому хочется кушать сырую куру поэтому ждем переворачиваем куриные крылышки готовы с виду конечно это просто просто шедевр я бы сказал хотелось бы заметить что сверху мы посыпали немножечко кунжутом потому что как мне кажется на крылышках он вообще заходит на ура давайте попробуем мне очень сильно понравилось это блюдо эти крылышки я думаю что они придутся по душе всем кто любит некий фастфуд который называется kfc только единственно там панировочка она довольно таки острое если вы хотите более скажем так сделать острую панировку добавьте к орехам и панировочным сахарям добавьте немножечко чили но по вашему усмотрению либо любых других острых специй например кури они уже готовы продаются вполне себе неплохие вот что касается именно конкретно как мы сделали получается такое вот я бы сказал что немножечко пресно но в совокупности именно соусом который в принципе сам по себе довольно таки острый получается именно то что на одну мы в принципе этого и хотели то что хотели то и получили что можно еще сказать безумно вкусно по приготовлению единственно в очередной раз хотелось бы заметить ребят когда вы ставите уже крылышки жарится ставьте на единичку потому что оно должно медленно плавненько доходить до своего скажем так готового состояния что касается денежки у нас получилось 295 рублей в порции откровенно на двоих одному такой конечно осилить крайне сложно вот если вам понравился рецепт крылышек напишите об этом комментариях потому что в принципе можно еще киевсишные какие-нибудь приготовить штуки или стрипсы как-то они там называются в киевсишке тоже они несложно готовятся я вам расскажу по идее это вообще в легкую приготовим с вами так что вот готовьте радуйте себя и своих близких ну а с вами был как всегда алексей грильков подписывайтесь на наш канал на ю тубе вступайте в нашу группу вконтакте пока